В Таджикистане завершились масштабные оперативно-стратегические учения «Боевое братство-2021». Подразделения сил ОДКБ доказали, что могут сообща противостоять любым угрозам. В этом убедился Игорь Наймушин. Венец оперативной и боевой подготовки коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Активная фаза учений и взаимодействия прошла сегодня здесь, на полигоне Харб-Майдон, недалеко от границы с Афганистаном. Группировке войск предстояло разгромить условное бандформирование. Которая незаконно вторглась на территорию страны. Чтобы показать свои умения в непростых условиях горно-пустынной местности, военнослужащие тренировались неделю. Даже ветер-афганец, как называют его местные, несущий столбы пыли и песка, сегодня отступил, что позволило провести операцию в полном объеме. Воздушная разведка обнаружила колонны боевиков, которые пересекли границу и направились вглубь страны. Командование решает высадить с вертолета в спецназ, чтобы не дать противнику продвигаться дальше. Одновременно с этим выдвигается первый эшелон коллективных сил. Кажется, что спецназ ОДКБ, а именно так можно назвать коллективные силы оперативного реагирования, не оставляет противнику просто никаких шансов. Наступление на лагерь боевиков идет сразу с нескольких сторон. Работают артиллерийские подразделения, мотострелки наступают на тяжелой бронетехнике. Их действия с воздуха поддерживает армейская авиация. За учениями наблюдает генеральный секретарь ОДКБ Станислав Заси и представители военных ведомств разных государств. Учения на этих южных рубежах Таджикистана проходили много раз, но именно эти имеют особый смысл, учитывая происходящие на территории сопредельного Афганистана события. Помимо таких чисто учебных, военных целей, мы этими учениями, наверное, продемонстрировали всему миру, в том числе и нашим предпринимателям, что эта земля, она надежно защищена, что любое вторжение, любое попозновение будет пресечено. Учениям дали хорошую оценку, хотя итоги будут подводить позже. Но сам факт слаженности и взаимодействия разных подразделений, стран ОДКБ, говорит о многом. Учения, проведенные на территории полигона Хармайдон, носили контртеррористический характер и были направлены на ликвидацию возможных угроз в этом направлении. Отличившимся бойцам сегодня вручили награды и памятные подарки, а сами военнослужащие коллективных сил оперативного реагирования прошли торжественным парадным строем. В будущем году подобные учения должны пройти в Казахстане. Игорь Наймушин, Абубакр Фазиллоев, Михаил Артемов, Николай Савчин, Юлия Козлова, МИР24. Продолжение следует... ...